Еще один человек из России, это Сергей, он из Донецка, из Украины. Сергей, расскажи, пожалуйста, как долго ты летел сюда, какие трудности тебя ждали по пути на остров, откуда прилетел, сколько был в небе? Ну ясно, именно на остров летел с Москвы, с Шереметьево. Часов 12, наверное, перелет был. Трудностей как таковых не было, просто измотались перелеты. Понятно, мы познакомились с Сергеем в Краснодаре, это был пренатурный зал. Сергей, расскажи, что ты делал вообще в Краснодаре и как ты в итоге оказался здесь? В Краснодаре я попал, во-первых, с Украиной. Вы знаете почему, из-за военных действий никак там жить не получалось уже. Работал в Украине частным предпринимателем, был бизнес свой. Из-за войны все прекратилось, и жить не на что. И друзья, и знакомые погибать стали. Так что пришлось экстренно собираться и уезжать. Уезжать в Краснодарский край. Вот ты, в общем, ты жил под Донецком, да? Да. А вы уезжали как, каким образом? Автобусом. То есть это был автобус, то есть это был массовый переезд? Да. Ты оказался в Краснодарском крае. Чем занимался в Краснодарском крае? Работал в фитнес-центре, тренером. Кстати, да, есть даже у Сергея фотографии, он готовился к соревнованиям, да? Ты же готовил к соревнованиям? Ты был мэнс-физик, да? Да. Знаком даже с Годикон. Я знаю, что ты подавал на американскую визу. То есть мы об этом не знали, ты делал это сам. Что получилось? Да, пробовал. Отказ. Ты даже два раза у тебя было, два отказа. В общем, в итоге так получилось, что судьба нас ввела в тренажерном зале. Мы познакомились, я Сергею рассказал о всяких программах, в том числе о программах переезда для обиженцев. И мы сумели сформировать кейс на поле убежища. Эпизодов было достаточно, но естественно, что там было что брать, да, есть что вспомнить. Все реальные эпизоды. Конечно. Ну, в итоге Сергей оказался на острове. Ты сейчас где живешь? Сейчас в отеле остановлюсь. Сейчас в отеле, я знаю, что у тебя уже там приглянулось пару квартир. Там цена 850 долларов и выше. То есть за полторы тысячи долларов, конечно, вообще будут суперквартиры. А по работе что здесь как-то? Еще пока не выяснял, где тут что найти? Нет, пока так есть наметки, но пока буду думать еще, смотреть, проглядывать. Ну, тут по спорту вообще реально? Ну, вот узнавал. Я думаю, реально. А русские есть на острове? Хватает, хватает. Это везде. Кейс мы подали в сервис эмиграции гражданства. То есть в ближайшее время вообще всего это 10 дней, где получат письмо из калифорнийского офиса, что статус его поменялся. Ну, и дальше уже через 150 дней это будет совершенствование, разрешение на работу. То есть на остров ты въехал без визы. То есть виза здесь не нужна. Вот это территория Соединенных Штатов, где можно подавать на политику. Люди в основном боятся сроков. Многие говорят, что тут можно ждать и 2, и 3, и 4 года. Мы, конечно же, сделаем так, чтобы это было быстрее. Мы будем делать ходатайство и так далее, чтобы ты переехал в Калифорнию. Я знаю, что у тебя там есть кое-какие планы по Калифорнии. Ты мне расскажешь что-то, когда окажешься там? Расскажу, да. Когда окажусь там, расскажу. Ты увидишь. То есть это был Голливуд, да? Конечно. Подписывайтесь на наш канал. Вытолите наш сайт USADeficeVisa.com Нашу группу в Facebook, ВКонтакте, в Twitter. Под разделом видео, особенно связанное с политубежищем, с миграцией, по программам особого режима въезда, стоят мои телефоны. Это Viber, это WhatsApp, это Telegram. Можно спокойно мне звонить, если вы решили поехать так же, как Сергей. Сергей, что хотел бы пожелать людям? Да пожелать одного нормальной жизни. Если вы мечтаете и намерены жить нормально, выезжайте, выезжайте. Вас американская мечта ждет. Как и всех, она открыта для всех. Сделаем видео с тобой в США, когда ты окажешься уже на материке. Обязательно. Всем всего доброго, пока.